Девятого июля разработчики показали на стриме предстоящие баннеры после Кадзухи. И как оказалось, сразу же после баннера Кадзухи выходит Аяка, ну а после нее выпустят погулять Еймию и Сайю. А у меня возник вопрос, кого же в итоге ролить? Так как на оба баннера накопить без вложений не получится. Я не учитываю случаи неимоверного везения и выпадения Аяки с первой же крутки и шансом 50 на 50. Для начала надо понять, кто вам больше всего нравится, кого именно вам не хватает, есть ли у вас саппорты для этих персонажей и прочее. Прежде чем начать хочу сказать, тут ютуб мои последние видосы на своих алгоритмах вертел и они вообще не попадают в рекомендации, набирая минимум просмотров, поэтому я прошу совсем капельку поддержки в виде подписки и лайка. Но, если ты считаешь, что качество моих роликов, звук видеоряд изложения не стоит лайка, то я не обижусь, а буду пытаться в следующих роликах повысить качество, ведь всегда есть к чему стремиться. И начнем мы с представления двух героинь этого ролика, которые метят на наши примогемы. В будущем я выпущу отдельно подробные гайды на каждую из них, а в этом ролике пройдемся вкратце. Аяка. Крио ДД с одноручным мечом. Да-да, это именно Крио ДД, так как она обладает пассивным талантом, который превращает ее спринт в веселые покатушки в виде снежной лужицы. А после выхода из нее Аяка бафает меч Крио Инфузии, благодаря чему ее обычные заряженные атаки наносят Крио Урон. А это значит, что Крио Урон наносить она будет всегда, поэтому нет смысла собирать ее в физ ДД, так как отменить эффект инфузии нельзя или вам придется не использовать спринт совсем и впитывать большую часть урона. Я хочу, чтоб ты ломал меня. А выдающейся живучестью Аяка не обладает. Если ничего к релизу не изменят, то прожатие Ешки бафает урон от атак Аяки, ну а ульта без созвездий не особо интересный скилл и нужен только для того, чтобы нанести Крио Урон. Но Аяка вполне тянет на роль основного ДД в пачке. Еймия. Пиролучник с добротным пироуроном от обычных атак, но только под бафом Ешки, и получается, что примерно 4-5 секунд, когда баф от Ешки спасет, а сама способность будет на КД, Еймия не сможет наносить пироурон обычными атаками. И это время нам придется откидываться заряженными. И тут, к сожалению, огромных цифр урона по области Еймия не покажет. При зарядке атаки можно накопить до трех зажигательных стрел, каждый из них наносит совсем небольшой пироурон и только по одной цели. Цветка, как угонюй с уроном по площади в 300 плюс процентов, не ждите. Ульта Еймия накладывает метку, наподобие Тарталии, только вот прокать эту метку сама Еймия не сможет. Урон от метки будет наноситься только если цель атакуют другие персонажи из отряда. Кстати, в теории ульта Син Цю будет активировать урон от метки, но при этом мы сможем продолжать раздавать люлей при помощи самой Еймии. И в таком случае из нее тоже можно сделать основного ДД в отряд. Теперь возможные персонажи в пати. Для обеих отлично зайдут Син Цю, Мона, Барбара, вместе с Аякой это вечный контроль, а для Еймии это проки ульты и урон от реакций пара. Также и Аяки и Еймии хорошо зайдут Анемо персонажи. Венти, Сахароза, Кадзуха, Джин, Сайо, Анемо главный герой, так как они смогут забафать их элементальный урон или понизить сопротивление к рассеянному элементу. Еще из универсальных саппортов это Беннет для бафа атаки и Джун Ли для щитов и снижения сопротивления к элементальному урону всех вражин в радиусе. Ну и Альбедо, гео главный герой на Эль в случае если вы хотите собрать отряд на георезонансе с двумя геоперсонажами и бафом урона под щитами. Каяки можно добавить розарию, это крио резонанс на шанс крита, баф шанса крита от розарии и при наличии полного комплекта заблудшего в метели шанс крита аяки можно не собирать вообще, так как по замороженным целям она получит целых 60% шанса крита и тогда делаем упор на максимум крит урона. Или вместо розарии подкидываем Ци Ци, Диону, Кею, они тоже дадут крио резонанс и мы получим 60% крит шанса по замороженным. И кстати, Чи Нюнь тоже подойдет, так как своей крио инфузией от Ешки он не будет ломать геймплей на аяки. Плохой вариант для аяки это Бэйдоу Фиш Лиза, но если вы не хотите играть через вечную заморозку и халявные 20% крит шанса, а хотите попробовать поиграть на реакции сверхпроводник от которой будет минимум пользы для аяки, то пожалуйста. Для Айми неплохо зайдет Сянлин, пиро резонанс на силу атаки, баф атаки с перца от медведя и при наличии созвездий Сянлин даст еще и баф пиро урона. Еще Эмбер можно, но без шестой консты у Эмбер синергия с Ейми будет минимальной, от Сянлин больше плюсов. Плохой выбор из саппортов для обеих это Синьянь, она саппорт для Физ ДД, но если вам прям очень нравится Синьянь, ее можно добавить только для Ейми и только ради пиро резонанса на баф силы атаки. За счет ульты Ейми обсмотрятся неплохим второстепенным ДД и в таком случае на роль основного лучше всего зайдут Сяо и Тарталья. Кстати, они тоже могут быть второстепенными ДД только уже для Еймии, нанося урон после каста ульты Еймии и пока вы ждете откат ее Ешки. Остальные персонажи это самодостаточные ДД, которые не особо заходят в отряд к нашим ожидаемым тян. По оружию пройдемся кратко. Пятизвездочные варианты и варианты для новичков оставим для отдельного подробного гайда. Да и я думаю всем понятно, что новое оружие, пятизвездочные, которые выйдут вместе с баннерами Аяки и Еймии, будут лучшим вариантом. Сейчас возьмем среднее значение из четырехзвездочных. Для Аяки топ-вариант черный меч из боевого пропуска из-за бафа урона обычных и заряженных атак плюс крит шанс. Как альтернатива меч аристократов, меч плейта и по ситуации черногорский меч. Для Еймии лучшими будут ржавый лук и новый лук, который показали на стриме разработчиков. Вот мы и переходим к основному вопросу, кого же все-таки ролить. Я пожалуй понадеюсь на удачу и попробую выбить обеих, но на первом месте для меня это Аяка. Именно ее я буду крутить пока не выпадет, так как она отлично справляется с вражинами прикрытыми гидро и электро щитами и меня привлекает ее постоянный крио урон. А из пиро персонажей у меня есть Кли и Яньфэй, они меня вполне устраивают. Конечно если бы у меня была Ганьюи, то мой выбор тогда пал на Еймию, так как моему тарталету нужна пара, а Еймия как по мне лучше всего подходит на эту роль. Да и все-таки геймплей на Еймия отличается от имеющихся в игре пиро дд и в своем роде он уникальный. Тут уже зависит от того какой геймплей подходит именно вам. Любите играть на расстоянии? Тогда ждите баннер с Ганьюи и рольте Еймию. Любите помахаться в ближнем бою? Тогда Аяка. В любом случае выбор за вами. На этом все. Ну и покеда!